Мы продолжаем, значит, второй раздел. Предлагаю поговорить по поводу распространения в Черкесии оружия после его уже появления и, собственно, о моделях производства в Черкесии. Сами были свои ли оружейники у черкесов, как они и с чего делали эти оружия? Да, логика, конечно, совершенно верно. Вторая часть у нас будет как раз посвящена распространению и производства огнестрельного оружия. Сразу уточним, специфика какая. Вот огнестрельное оружие адыгов было восточным. Что это значит? Легким по весу, с тонкими прикладами, без штыков, годным только для стрельбы, как говорили в XIX веке, и не приспособленным к рукопашной схватке. То есть, если мы вспомним того этапа, условно, европейские ружья, то они более тяжелые, более массивные, со штыками, с мощными прикладами и так далее. Конечно же, это важно, потому что черкесская винтовка, она имеет у нас происхождение с Востока, поэтому она типичное восточное оружие. Очень легкое, тонкое, с таким узким прикладом. Ну, короче, мы сейчас об этом немножко расскажем. Ну, раз мы сказали восточное, нетрудно догадаться, откуда это оружие пришло к Адыгам. То есть, оно попало в Черкесию не из Европы, а из Турции, из Крыма или Персии. То есть, ну, если учитывать, то есть там Восточный Кавказ или Западный Кавказ, то есть, например, на Западном Кавказе более крымское или турецкое влияние, на Восточном Кавказе, ближе к Дагестану, конечно же, там Персия в основном. Сперва черкесы, как это, ну, по логике понятно, покупали дорогие, целиком изготовленные образцы этих ружей. Так, например, появился в Черкесии, часто употребляемый в годы Кавказской войны термин, крымская винтовка. Потом иноземные купцы стали ввозить к Адыгам отдельно ружейные стволы, замки, которые черкесы налаживали на свой манер. Опять же, фраза 19 века. То есть, сами уже делали для них лужи, шампала, украшали их, закрепляли ложевыми кольцами вот на этой деревянной основе и так далее. Кстати, в принципе, такая же технология была и с привозными сабельными клинками, которым еще в средневековье завозили итальянцы и так далее. То есть, черкесы их часто насаживали на рукояти, делали им ножны, затачивали, украшали и так далее. А потом, кстати, часто эти сабельные клинки еще и переделывали в шашки. То есть, то есть, вот как бы методика такая. То есть, привозим детали, которые на месте собираем. Вот, по степени своего сочетания качества и широты применения, то есть, ну почему качество? Эти привозные стволы были качественные. Металл был очень высокого качества, сталь и так далее. И на тему широты применения. То есть, целиком изготовленные привозные ружья были слишком дороги, чтобы они массовыми были. Вот, поэтому в основном, вот, большинство черкесских ружей, то есть, какие ружья доминировали на оружейном рынке Черкесии. Это вот эти сборные образцы, у которых ствол и замок кремниевый был привозной, а все остальное было местного изготовления. То есть, то, что делали черкесские оружейники. То есть, это ложи, шампала, кольца, которыми, ну, ложи и ружьё вместе скрепляются, спуск, ну и, соответственно, различные виды украшений. Вот. То есть, вот такое сборное ружьё, это, как правило, типичное ружьё черкесское той эпохи. Вообще, черкесское оружие очень часто было, ну, как мы уже выяснили, наполовину привозным или например, так. Часть образцов в комплексе оружия черкесского воина была не местная, часть была местная. То есть, утверждать, что, например, всё вот до единого, до последнего образца, то, что мы перечисляли из снаряжения черкесского воина, было местное в изготовлении не стоит. То есть, как правило, это было что-то сборное. Наполовину местное, наполовину привозное. То есть, примерно такой вариант описывается, опять же, в некоторых стихотворениях, которые мы сейчас приведём. Александр Сергеевич Пушкин, незаконченная поэма «Тазит», может быть, мало кто про неё знает, но очень интересное стихотворение, вот, которое, про кого, собственно? Ну, начинается она с того, что «Не для забав, не для потехи так рано съехались адыхи на двор Гасуба старика». Адыхи, про адыгов поэма. Вот. И там упоминается обряд похорон. Читаем. «Все ждут. Из сакли, наконец, выходит между жён отец. Два озденя за ним выносят на бурке хладный труп. Толпу по сторонам раздаться просят. Слагают тело на арбу, и с ним кладут снаряд воинский, неразрежённую пищаль, колчаный лук, кинжал грузинский, и шашки крестовую сталь. Чтобы крепка была могила, где храбрый ляжет почевать, чтоб мог, назов он, озраила, исправным воином восстать». То есть в этом отрывке упоминается, ну, оружие. Перечисления мы уже говорили о том, какое оружие кому, но здесь вот интересно что. Неразрежённая пищаль, колчаный лук, кинжал грузинский. Ну, кинжал, значит, не местный. Из шашки крестовая сталь. Ну, клеймок и крест, крестовая шашка, это обычно западноевропейские клинки. Ну, или вот, например, другой факт. Точнее, фрагмент стихотворения Александра Полежаева про казака. Причём тут казак. Ну, казак местный, линейный. Напоминаю, что они пользовались черкесским оружием. Или трофейным, или покупным. Но это однозначно тоже описывается комплекс черкесского оружия. Казака провожают на войну. Текст. Под чёрные горы на злого врага отец наряжает поход казака. Убранный с заботой седого бойца, уж трамм абазинский стоит у крыльца. Кстати, порода-то лошади тоже местная. Абазинский трамм. Жена молодая с поникшей главой приносит супругу доспех боевой. И он принимает от белой руки кинжал Базалая, булат Атаги. И труд цареграда, ружьё и пистоль. На скатерти белой прощальная соль, и хлеб, и вино, и Никола святой. Ну, икона благословления. Что здесь у нас перечисляется, кроме лошади абазинской, да? Что кинжал Базалая, ну, это мастер известный, оружейник местный. Атаги, аул, да, на Восточном Кавказе, булатная шашка, тоже не черкесская. И труд цареграда, ружьё и пистоль. Ну, цареград это Константинополь, Стамбул. Значит, ружьё у него турецкое, и пистолет тоже турецкий. Вот так вот. Вот примерно так же, видимо, можно было бы описать адыга. Что на нём, там, например, турецкая винтовка, турецкий пистолет, шашка местная, или местная, но с каким-то клинком западноевропейским. Вот, ну, и такие уже нюансы, там, с кинжалом тоже, то есть, то же самое можно было. То ли кинжал какого-нибудь местного, там, шапсукского мастера, то ли, там, может, грузинский, или какой-нибудь дагестанский, и так далее. Вот. Сразу встает вопрос. Значит, массово применялись сборные ружья. Ну, а сами-то черкесские ружейники могли делать ружья, вот, от и до? Да, могли. Вот. По этому поводу есть тоже, как говорится, о самостоятельном ружейном производстве свидетельства письменных высочников той эпохи. В частности, в 1711 году один француз по имени Абри де Ла Модре писал, что, ну, это 18 век, начало получается, что черкесы научились изготовлять огнестрельное оружие, подобному тому, которым владеют татары. Ну, крымский, подразумевается, в первую очередь, да. Это же сообщение подтверждает кабардинский посол Магомед Атажукин, который в 1732 году для российских, там, значит, своих партнеров сообщал сведения такие, как, что в Малой Кабарде и в Большой Кабарде к деланию ружья заводы есть, и делают пищали и сабли для себя несколько. Ну, несколько, значит, в определенном количестве, не очень большом, но делают. Вот, тем не менее, он дополняет, полагает, что ружья все-таки более покупают у российских купцов и у крымцев, для того, что российские или крымские ружья лучше. Ну, то есть, получается, что могли делать, могли, качество, качество было хуже. Вот, ну, тогда в чем же были хороши черкесские ружейники, в чем же их мастерство все-таки проявлялось. Вот, ну, конечно же, высокое мастерство достигалось во внешней отделке ружья. То есть, мы сказали, вот, поступал к ним ствол, замок, все остальное они. И вот, как правило, украшали винтовку вот этим всем орнаментом, различными техниками местные черкесские ружейники. Ну, во-первых, какие техники? Черни, то есть, серебро, черненое серебро, это самая массовая техника для украшения. Потом идет золотая насечка. Насечка золотая по стволу. Ну, и кость. Кость использовали, например, чтобы оправлять глазки для ремня. Ну, вот эти отверстия. Или, обычно, пятка, пита, ну, то есть, вот, у приклада та часть, которая упиралась плечо, она была костяной. То есть, на черкесских винтовках. Тоже, естественно, все это с орнаментом, с оправой, часто серебряной и так далее. По этому поводу Шултан Хангири писал. В Персии, Турции и в других местах Азии вы найдете оружие более богатое, нежели в Черкесии. Ну, да, правильно. То есть, если видишь там крымское, или, точнее, турецкое ружье, там самоцветы, там золото, там драгоценные камни. Вот. Но, Хангири уточняет, но с таким прекрасным вкусом обработанных там не увидите. То есть, он, как бы, хвалит черкесское оружие каким образом? Да, внешний вид черкесской винтовки, может быть, и скромнее турецкой, но она изящнее. Она, вот, в ней все как-то по месту. В ней этот орнамент, вот, в определенном, как бы, вот, он не кричащий. То есть, ну, то есть, он говорит, что это оружие воина, он, конечно, любит винтовку больше, чем жену, но и украшает, но он не перебарщивает, как турки. То есть, он все-таки понимает, что это боевое оружие, и если он со своей блестящей винтовкой куда-то выйдет, он по своему блеску, или там по каким-то вот этим демаскирующим факторам, он пуль получит в ответ. Соответственно, вот, черкесы этим не злоупотребляют. То есть, они понимают, что это все-таки боевое оружие, поэтому украшать надо, но меру знать надо. Вот. Ну, хотя, хотя, не стоит забывать, что винтовка это вывеска владельца. То есть, мы сказали, что вот, даже, знаете, можно вспомнить, вот, герой нашего времени, Лермонтова, это Казбич, когда ему Азамат говорит, отдай коня Карагеза Черноглазого своего, Забеллу, за сестру мою красавицу. То есть, Казбич там напрягся на какие-то секунды, какая-то внутренняя борьба в нем была, а потом он спел песню ту самую, в которой есть фраза, что золото купит четыре жены, конь же лихой, дорогой, не имеет цены. То есть, соответственно, конь дороже красивой женщины. Винтовка, шашка, тоже такие же для горца мужчины дорогие, поэтому вот часто, конечно же, вопрос, почему они украшали оружие? Наверное, вот поэтому. Для них это была определенная вещь с огромным внутренним смыслом. Поэтому, не стоит забывать, да, что винтовка это все-таки вывеска владельца, поэтому, опять же, цитируем Хангирея. Знаднейшие воины из лучших фамилий имеют ружья, оправленные в серебро под чернью, с позолотой и золотой насечкой на замке и с надписью на стволе. То есть, у узденей и у князей были богато украшенные винтовки. Но это у них для статуса надо. У простой черкесского воина, конечно, винтовка выглядела гораздо скромнее. Вот таких, кстати, винтовок очень редко сейчас можно увидеть, потому что, если заходишь в музей, там сработает вот эффект музейщика, что он в витрину ставит. Богато украшенные образцы. То есть, на выставках и музеях, вот вы можете увидеть эти, ну скажем так, парадные, родовые, фамильные виды оружия, которые вот музейщики всего их красивого внешнего вида любят демонстрировать. Кстати, я так понимаю, это из холодного оружия тоже традиция. Да, да, да. Хотя, еще раз уточним, подавляющее количество черкесских ружей, они скромнее. Они без серебра и золотой насечки. И вот они в запасниках лежат и в музеях у них есть. Ну, вот из-за этого эффекта, что они внешне не такие красивые, их обычно в экспозициях встретить можно гораздо меньше. И, кстати, если мы упомянули о черкесских ружьях, точнее о мастерах черкесских оружийников, можно вспомнить хотя бы, ну, может, какие-то известные имена, фамилии, да. Ну, знаменитые марки черкесских ружей это Машук, Маджар, Хаджи Мустафа и Ериджиб. Винтовка Ериджибок, как она упоминается, да. Ну, что касается Машука, насчет имя это или не имя вопрос сложный. В конце концов, ряд исследователей говорит, а может быть это прочитанная Маша Аллах на стволе. Как-то потом она трансформировалась в Машук. Вот, Маджар, ну, Маджар это вообще как бы, скажем так, древний город Золото-Ордынский в районе современного Буденновска. Потому что с Мадьярами, Венграми, как бы, наверное, не будем связывать, это все-таки более далекая, как бы, аналогия. Оставим это любителям. Вот, да, то есть получается Хаджи Мустафа и Ериджиб. Вот, ну, наверное, как та же самая, значит, историк Ассатварян, оружие кавказского, говорит, ну, видимо, это имена черкесских мастеров. Вот. Откуда мы их знаем? Даже не столько по клеймам каким-то, с клеймами там вопрос сложный. Потому что, как правило, это турецкие клеймы на стволах. Вот. Это адыгские песни. То есть различные адыгские песни, где упоминаются вот эти виды оружия. Вот я сказал, что винтовка Ериджибок. Это из песни адыгской, да. Вот. Так что, судя по всему, вот только за два этих имени, Хаджи Мустафа и Ериджиб, или Череджаб, можно говорить, что, видимо, это какой-то черкесский мастер. Кстати, про золоченую винтовку Череджаб есть интересный факт. Опять же, из одной из песен, которая посвящена адыгская такая, это печальная песня Гыбзы, да. Она посвящена разгрому аула Али Карамурзина, или Али Карамерзы, это беглый кабардинский князь, ушедший на Верхнюю Кубань, на Лабу. И вот в 1825 году этот аул был разгромлен. И вот там упоминается в этой песне, как уздень шумав Шогенов, видя, что все вокруг гибнет, взял на руки своего двухлетнего сына Измаила, привязал к его руке свою заветную, незнавшую промаха, золоченую винтовку Череджаб, и со словами «Аллах, в твои руки предаю их», бросил в глубокую пропасть. Ну вот так вот, да. Но, как говорится, Кэсмет, восточная судьба, поэтому двухлетний Измаил выжил. Через три дня после ухода русских войск, его случайно обнаружили висящими над пропастью, зацепившуюся листов винтовкой за куст. То есть, Аллах спас, то есть, он его бросил, ну, в пропасть условно, да, падая мальчик с этой винтовкой, видимо, винтовка длинная, встала поперек, зацепилась, и мальчик провисел три дня. Долго без пищи и воды, когда его вытащили, он казался мертвым, но был возвращен к жизни. И потом он жил в Ульском ауле, то есть, не из мухаджиров он оказался, вот. То есть, этот мальчик и его потомки жили в Ульском ауле, и потом во второй половине XIX века один российский исследователь, этнограф, записал эту песню. И вот ему и рассказали этот весь случай, и так вот этот факт исторический, как бы, остался в памяти. То есть, здесь упоминается вот эта самая золоченая винтовка Череджаб, Череджабок. Ну, видимо, это все-таки какой-то черкесский автор, да, мастер. Вот. Ну, могут задать вопрос, а вот мы говорим, что подавляющее количество оружия у адыгов были сборные, ну, с турецким стволом, допустим, условно. А вот, ну, и были все-таки черкесские винтовки полного изготовления. Да, были. Ну, качество, ну, мы упомянули, что, может, качество страдало, но если мы упомянули каких-то известных мастеров, значит, ну, как минимум были мастера, которые все-таки достигали такого же уровня, да. Да. Поэтому сразу могут задать вопрос, а вот если взять вот и положить рядом две какие-то кавказские винтовки рядом, вот можно все-таки отличить? Или нельзя, да. Вот, ну, могу сказать так, что, ну, в своей жизни я, конечно, держал в руках черкесские винтовки 19 века, я пять лет работал в музее Минифелицина, вот, нянькал в руках и шашки, и кинжалы, там, и как-то их и так, и так крутил, и махал, и пробовал. Кстати, могу сказать так, что, вот, интересный факт, длина шашки зависит от роста человека, ну, или другой пример, что, вот, ну, я 180 с лишним сантиметров, по тогдашим меркам, ну, не то, чтобы великан, но я очень высокий человек, поэтому, когда я брал черкесский кинжал в руки, я сразу удивлялся, почему моя лапа тонет, рукоятка внутри ладони. Потому что, значит, размер, рост человека был гораздо меньше, чем мой, и его рука ложилась в рукоятку. То же самое я наблюдал с некоторыми шашками. Некоторые шашки я спокойно брал, и тут вот этот вот конец спокойно выступал и не мешал мне, а некоторые, ну, помещались внутри моей ладони. В принципе, как говорится, вот эти все нюансы, они становятся понятными и с клинком шашки, когда вот берешь ее отвес, и когда понимаешь, что твоя шашка, это когда ты ее опускаешь руку, и она должна касаться, ну, земли, грубо говоря, примерно. Если она короткая и болтается где-то выше, это не твой размер. И по рукоятке тоже видно, что это не моя. В принципе, с винтовками я тоже, как говорится, вот когда их в руках держал, что-то там примащивал, что-то там, как бы, ну, как бы, прикладывал их, там пытался щелкать курком и все остальное. Шомпал, но еще раз говорю, вот, как бы, это гораздо сложнее, чем с шашкой, то есть и реже. То есть, шашек я, кажется, в руках передержал гораздо больше, но, тем не менее, вот, ну, были такие случаи, когда я сам себе задал вопрос, ну, вот, все-таки это какая винтовка? То есть, она вот турецкая или все-таки кавказская? Сразу говорю, никто из исследователей вам точно не скажет. То есть, это из расчета, ну, можно предполагать. Предположим следующее, что на чисто черкесской винтовке, ну, кавказской, адыгской, там, не суть. Короче, местного изготовления, ну, есть какие-то мелкие нюансы какие. Во-первых, клейм и надписей на ней почти нет. Что это значит? Клейм оставили, например, на турецком каком-нибудь там оружейной мануфактуре, где там их изготовляли, что имтихан, дышь, испробовано переводится. Все, то есть, ствол прошел проверку. Потом часто эти клейм оставили турецкие мастера, например, на замки. То есть, часто на такой винтовке сборной несколько клейм разных мастеров. Один замок делал, поставил свою пробу, другой на ствол поставил свою, как бы, ну, марку и так далее. Вот на черкесских винтовках таких клейм надписей, ну, практически нет. Ну, тем более, вот эти изречения из Корана, да, это все турецкие мастера, да. Вот. Но орнамента больше. То есть, если все-таки пытаться определить черкесскую, чисто черкесскую винтовку, которую делал местный оружейный мастер, то, ну, признаки есть. Но, еще раз повторяю, это никто из специалистов все-таки на точность 100% не скажет. То есть, это, ну, предположение некоторых, как бы, исследователей, в том числе и мои, всего того, что все-таки эти ружья держал в руках. Что, во-первых, значит, клейм и надписей почти нет, а орнамента больше. То есть, вот, ну, то есть, мастера черкесские, они больше, вот, покрывали орнаментом, какими-то там изречениями из Корана, это была не их специфика. Вот. Черкесские винтовки более длинные. Более длинные и более тяжелые. Вот стволы не граненые, потому что, ну, выпустить граненый ствол с гранями, там, 7 или 8, это технологически сложнее, чем круглый. У них все-таки, ну, возможности технические были не такие, как в Турции. Поэтому, если ствол граненый, это, как правило, ствол, ну, турецкий, перевозной. Если он круглый, ну, уже можно рассуждать на тему, что это местного изготовления ствол. Ну, и, как бы, он, ну, как бы, ну, тяжелее, то есть, грубо говоря, вот, внешняя отделка, она говорит о том, что, ну, видимо, все-таки тщательность обработки, полировки была не такая, как у турецких мастеров. Поэтому сводим это теперь еще раз в единое. Значит, косвенные признаки, что это черкесская винтовка, местная, изготовление местного оружейного мастера. Она, значит, более длинная, более тяжелая, тщательность отделки, там, вплоть до полировки не такая тщательная, то есть, отделка более грубая. Вот, клеемы надписей практически вообще нет, но зато богатый орнамент растительный. То есть, надписи из Корана практически отсутствуют. Вот, ну, и сразу встает вопрос, что, значит, черкесские мастера изготовляли огнестрельное оружие малыми партиями. Иногда страдало качество. Надо тогда ответить на вопрос, ну, а что им мешало? Ну, то есть, какие были проблемы вот в этом моменте? Ну, проблемы были такие, что мешало черкессам развернуть массовое самостоятельное производство огнестрельного оружия. Проблема была в качестве обработки местного металла, в местных горно-рудных ресурсах, ну, и низком техническом уровне самого производства. Ну, и вот вкратце об этом. Откуда мы это узнаем? Ну, в частности, в начале апреля 1839 года явился в укреплении Тенгинское навагинского пехотного полка рядовой Антон Девяткин, убежавший из черкесского плена. Он несколько лет пробыл в плену в долине речки Нечепсуха. Ну, напоминаю, что прибрежные общества, они как бы по долинам речным назывались. Вот, значит, вот он там пробыл на речке Нечепсуха в плену, сбежал, наконец-таки, явился. Естественно, что всех этих беглых солдат допрашивали, спрашивали, какие-то у них сведения пытались выяснить. И вот, что он, например, сообщил вот о том разделе, который нас интересует. В железе мало недостатка. То есть, в вершинах главных рек есть много железных руд. Куски собирают, складывают большой костер вместе с сухим деревом и зажигают. То есть, грубо говоря, руды много, но плавка ее примитивным достаточно способом осуществляется. Ну, как, знаете, мы славянам рассказываем, крицы вот такие вот, куски грязного железа с примесями, которые мы проковывали, прокаливали, много раз перековывали, чтобы выбить эти примеси. То есть, это вот, грубо говоря, получалось много железа, но условно грязного, с большими примесями. Вот. Из слитков этого железа выковывают мелкие вещи для домашнего употребления и оружия. Для плавки железа собираются обыкновенно человек 500 и более. Между прочим, такие мастера есть и на речке Нечипсуха, в 12 верстах от ее устья. Там я был в плену. То есть, он, ну, описывает, что я это лично видел, то есть, я вам не пересказываю, я, как бы, ну, свидетель всех этих событий. Железо их твердо, но хрупко. Вот, да? По качеству. Ну, вот, кстати, вот интересный момент, что, например, клинок шашки из такого металла, ну, как-то еще можно сделать. А вот для оружейного ствола нужна вязкая железо. Вязкость должна быть как раз. Вот тут она отсутствует, да? То есть, что хорошо для шашечной полосы, то плохо для оружейного ствола. То есть, железо их твердо, но хрупко. Крузнецов между ними много, хотя хороших мало. Ну, то есть, мастера были, но их было мало. Ну, мастера, ну, мастер, само слово, что означает, да? Порох делают то же сами. Почти в каждой семье, но в малом количестве. Они умеют вываривать селитру, но серу и свинец получают исключительно от контрабандистов. Ну, то есть, речь идет о турецких этих купцах, которые проскакивали через эту блокаду побережья, да? Вот. Они знают способ зернить порох, но он редко бывает хорош. Самая большая выделка не больше двух пригоршней. Вот. Ну, то есть, подразумевается, что у некоторых, как бы, плюсы присутствуют. То есть, железо нормально. Ну, вот, например, с некоторыми, как бы, ресурсами минеральными, природными плохо. То есть, получается, вот, самая большая проблема со свинцом была. Кстати, вот Николай Симоновский, российский офицер, по этому поводу говорил. Идя лесом, я заметил, что черкесы вырубливают из деревьев наши пули. Ну, то есть, получается, они собирали стреляные русские пули, потому что со свинцом у них было гораздо хуже, чем с порохом. То есть, тут было сказано, что, ну, как-то, ну, худо-бедно, но порох они все-таки могут делать сами. Хотя мало, не хватает, но вот со свинцом гораздо все сложнее. Поэтому часто упоминаются такие моменты, как пули из меди, пули из железа. Ну, то есть, хоть какая-то полумера. Адаптации, да? Да, вспоминаются. Что касается технического уровня, то есть, мастерства оружейников. Да, со временем у отдельных черкесских оружейников появились, как бы, инструменты, технология, уровень подрос. Появились даже привозные станки для нарезки стволов. Ну, то есть, приспособление, там, какое-то, которое нарезает резьбу в стволе, да? Но это все же не государственная оружейная мануфактура с разделением труда. То есть, мы прекрасно помним с курса всеобщей истории, что вот ремесленник, мастер, который делает, ну, изготавливает, например, ружье, все сам целиком, от и до и полностью, у него все равно качество будет не такое, как о мануфактуре, когда несколько мастеров начинают, там, я ствол, я замок и так далее, потом кто-то собирает. Хотя, если смотришь вот эти вот черкесские сборные ружья, получается, что вот, может, как-то и было, но это, видимо, они не сидели в одном месте и не сильно корректировали свою работу. А вот ему привозили, он это делал, потом везли дальше. То есть, все-таки в Турции уровень был выше технический. Плюс у них, видимо, не было того широкого набора инструментов, как на такой, как бы, промышленной оружейной мануфактуре в той же самой Турции. Поэтому, конечно, из-за этого страдало качество. Тем более, что каких-то своих технических новинок черкесские мастера в конструкцию ружья не внесли. То есть, тип замка кремниевого, который к ним пришел, он остался прежний, так называемый средиземноморский тип кремниевого замка. Единственное, что они его облегчили. Но вот каких-то своих вот технических новинок черкесских они в конструкцию ружья не внесли. То есть, этот замок тот же самый, он еще в 18 веке был создан, он и в 19 веке оставался таким же. Поэтому итог вот этому нашему разделу можно подвести с помощью фрагмента из воспоминаний Григория Филиппсона, это российский генерал впоследствии, который в 1837 году писал. Черкесское холодное оружие было действительно недурно, хотя не выдержит сравнение с хорошими сабельными кинжальными клинками золингенскими. Ну то есть, получается как, вот русская сабля хуже черкесской шашки, но черкесская сабля хуже западноевропейского, но золинген это германия, клинка. То есть, он как бы хвалит, ну хвалит он холодное оружие, да. Огнестрельное оружие было гораздо хуже. Кремниевые замки винтовых и пистолетов были старинной и очень неудобной системой. Но наружный вид и отделка оружия были своеобразны и очень красивы. То есть, вот он тут подчеркивает вот эту специализацию, да, то есть вот в чем мастера были черкесские оружейники. Наружный вид и отделка. А вот технические моменты, тут подустарели уже эти образцы. То есть, как вот в 18 веке эти щелкалки остались, вот так же эти кремниевые замки, по такому же принципу конструкции, они в 19 веке использовались. Вывод. Подводим какой. Что такое классическая черкесская винтовка эпохи Кавказской войны? Это крымский или турецкий ствол? Ну можно даже так сказать, у Крым же в 18 веке стал частью России, и этот поток кончился. То есть, если это крымская винтовка, то это, ну грубо говоря, ствол 18 века. Если это турецкий ствол, ну это уже получается 19 век, да. То есть, это крымский или турецкий ствол с надписью «Имтихан» испробовано, то есть в Турции там поставили клеймо. Клеймо мастера или несколькими клеймами мастеров там турецких. Иногда может быть адыгский, но, как мы сказали, это практически отсутствовало, да. Часто даже дата стояла по хиджри, естественно, что там мусульманское летоисчисление такого-то года. Турецкий или все-таки иногда местный замок, то есть, ну были в малом количестве вот эти мастера-замочники черкесские. Они могли все-таки какой-то вот кремниевый замок воспроизвести турецкий. Но меньше половины однозначно. Вот. Все остальное в ружье однозначно местное. То есть, ложа, ложевые кольца, прикладка, стеная, вот эта пятка на прикладе, ну, естественно, оформление, все вот это местное. То есть, вот классическая, типичная черкесская ружья к эпохе Кавказской войны. Сборная, сборный образец, ну, наполовину местный, наполовину привозной. Вот как-то так.